Утро третьего дня. Да, мы уже проснулись. Всем привет. Проснулись трошки опухшие. Ну, не на своей кровати спали, но все хорошо. Сегодня у нас третий день. Я думаю, что все будет у нас, как всегда, отлично. Борода уже растет. Наш путь сегодня в Франции по гараж. Кофе-девочек. Куда мы сегодня? В Космос. В Космос. Все нормально. Румынские Карпаты совсем не похожи на наши родные украинские горы. Они повыше местами напоминают Альпы. Вот это да! Это красота! Трассу из Валахии в Трансильванию решил построить легендарный румынский диктатор Николай Чаушеску. Трансфа-гараж строили солдаты 4 года с 1970 по 1974 года. Трассу планировали использовать только в военных целях. Якобы Чаушеску испугался вторжения в Чехословакию и в 1968 году решил обзавестись обходными путями. Дорогу планировали использовать только в военных целях. Трансфа-гаражское шоссе – самый красивый горный серпантин в Европе и одна из самых опасных дорог в мире. Трасса всего длиной около 100 километров. Описывать все виды просто глупо. Лучше все-таки один раз увидеть, чем много-много раз говорить. Погода в горах всегда изменчива. По дороге на Трансфа-гараж в ущелье Бекаса мы встретили украинцев, которые за день до этого весь день ехали под дождем. Самая красивая часть первая – это первые 30 километров, если ехать с севера на юг. До перевала дорога почти полностью состоит из серпантина и постоянно поднимается вверх. На шоссе особо не разгонишься. Быстрее 50 километров в час ехать не получается. Реально весь путь с учетом остановок занимает где-то часа 4. Очень удобно ехать в группе, когда у всех есть интерком и кто первый заходит за поворот, сразу говорит, есть ли там какая-то опасность или нет. Это очень удобно. Мы только этими пользовались. Поэтому все действительно было очень благополучно и удачно. Наверх можно подняться не только по трассе, но и по канатной дороге. Максимальная высота, на которой проходит шоссе – 2034 метра. Это всего на 30 метров ниже Гаверлы. Горы вокруг раза в полтора выше наших украинских. Трансфорд-гараж входит в десятку самых опасных дорог в мире, как я уже об этом говорил. Трасса открыта всего два месяца в году – в июле и августе. В другое время проезд заграждают бетонными блоками. Можно разве что на мотоцикле протиснуться, но это, опять же, настолько на свой страх и риск. В 2009 году на этой трассе проходили съемки и тесты спорткаров от ведущих программы ТОП ГИР. Водопад Быля. Он течет от самых вершин, и несколько раз трасса проходит прямо возле воды. Это видно, это очень красиво, очень впечатляет. Видно стадо баранов, которые переходят через воду. Мы уже приехали. У меня не мастер, я стою и просто кайфую. Слушай, можете. Вот какая красота вокруг. Тучи спустились. Садятся тучи на наши мотоциклы. Все, и дальше, и дальше. Две минуты, и ничего не видно. За окнами июль месяц, на улице плюс 20, на самой высокой точке дороги, чуть больше 2000 метров, снег еще так до конца и не растаял. Его убирают трактором, ну и забрасывают в воду для того, чтобы он быстрее таял. Вот такие вот образовываются озера, которые мы видим. Ну, снега предостаточно. С вершины открывается потрясающий вид на северный склон. Видно все серпантины. До какой степени эта трасса опасна. Прекрасный вид, красота небезумная. Мы въезжаем в туннель, который соединяет северную и южную часть, ну и после туннеля уже будет такой спуск, он тоже интересен. Что за то? Субтитры создавал DimaTorzok На дороге встречается очень много мотоциклистов, сейчас сезон, июль, очень многие приезжают для того, чтобы погонять по данной дороге, все приветствуют друг друга, очень душевная атмосфера, ну и сами румыны на всех этих придорожных кафешках, очень такие приятные, что-то тебе расскажут, что-то еще, ну то есть очень-очень впечатляющая данная поездка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда на дороге встречаются такие нежданчики, поэтому надо быть очень-очень аккуратным, потому что ослы переходят дорогу просто, просто как они хотят. Ну, гнать, как я уже говорил, здесь не получится, ну, при всем при этом, надо быть очень бдительной, есть и камни падают на дорогу, аккуратно ехать можно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После перевала уже оставшиеся где-то 70 километров, дорога полностью идет вниз, но при всем при этом она такая же извилистая, есть серпантины, ну, здесь немножко побольше леса, все-таки южная часть туннелей на протяжении дороги, они, видно, что взрывались порода сама для того, чтобы построить эти туннели, но нужно быть, опять же, внимательным, потому что повороты очень крутые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот мы приехали снова на остановочку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая живописная точка после перевала – это озеро Идамба в Идрару. Трасса идет прямо к ней, сооружение действительно очень грандиозное, построено оно было в 1966 году. Купец. Так, я сейчас изразумеваю, а где же туда делаешь еще? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это озеро? Где же это, Идамба? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Озеро в длину, я не знаю, сколько туда еще, но туда километров 15 идет. Дополню то, что сказал Дима. Высота данной плотины 166 метров, она является девятой по величине в мире и пятой в Европе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спустившись с Трансфагаражского шоссе, мы попадаем в город Петещи. Данный город является таким индустриальным центром страны. С 1967 года в предместе этого города был построен и работает автозавод, выпускающий машины знаменитой марки Дачи, названный в честь Даков, это предки современных румын. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш отель находится в центре города, мы плавно к нему приближаемся, селимся, пойдем поужинаем. Кто-то будет спать на мотоцикле, кто-то в кровати. Все мотоциклы на месте, наш отель. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА